Ага, все, отлично, да? Хорошо, спасибо. Ну, тогда давайте начинаем. Давайте поаплодируем друг другу аплодисментами. Мы с вами встречаемся в онлайн-режиме, у нас с вами международный проект. И аплодисменты в чате – это приветствие друг другу, что мы рады друг друга видеть, что мы рады общению с вами, рады встречаться на таких вот онлайн-встречах. Вот мы тоже, все спикеры, очень рады встрече с вами, делиться с вами информацией, потому что мы с вами действительно в шикарном бизнесе, с такими бесконечными возможностями, и у вас обязательно все получится. Так, вижу, да, все, поаплодировали, поприветствовали, у всех настроение отличное, судя по вашим смайликам, по количеству воспользовательных знаков, я воспринимаю, что у вас чудесное настроение. Ребят, скажите, пожалуйста, есть ли здесь новички? Поставьте, пожалуйста, цифру 1, как всегда мы в чате просим поставить цифру 1, чтобы мы понимали, кто сейчас на старте своего бизнеса. Есть, да? Вот, отлично. Замечательно, ребят, вот эти все вебинары, они проводятся для вас. Давайте поаплодируем, ребята, все поаплодируем нашим новым партнерам. Побольше аплодисментов, потому что ребята сделали свой выбор, они приняли решение прийти в онлайн-проект в наши с вами команды, в наш с вами огромный проект. Вот, и соответственно, мы пожелаем им успеха, уверенности в себе. Они сделали действительно правильное решение, и у них все получится. Если они будут приходить на наши вебинары, будут активны, будут задавать вопросы, то у них обязательно все получится. Ребят, скажите, пожалуйста, поставьте цифру 3, кто меня не знает, чтобы я могла понимать, надо представляться или нет. Цифру 3, кто меня не знает, кто вот совсем недавно пришел, вот, и впервые меня слышит и видит. Если цифрки 3 нету, то есть, да, вот Ирина, Артем, отлично. Хорошо, тогда я для ребят представлюсь. Галина, понятно. Ну, хорошо, ребят, я здесь вижу, что здесь есть и ребята-новички, и есть коллеги, которые вот мы еще знакомимся тоже друг с другом. Меня зовут Светлана Квасницкая, я партнер проекта «Бизнес новой эпохи», я лидер компании «Рифлейм», я директор компании «Рифлейм». В «Рифлейм» пришла покупать для себя продукцию дешевле, не шла на бизнес, честно скажу, потому что имела свою основную работу, я педагог-психолог, вот, имею 25-летний стаж работы в детском саду, воспитатель-методист, вот, не имела представления, никогда не связывала себя с бизнесом, но потребности жить лучше, иметь больше, вот, соответственно, привело меня в компанию, как в качестве потребителя, и узнала о том, что здесь есть деньги. Я решила, что если могут одни, то, соответственно, могу и я. Значит, я чего-то не знаю, вот, ну, и в результате поставила перед собой цель познакомиться с этой информацией, узнать, что это такое, узнать, что такое «Рифлейм» изнутри, и, соответственно, остаться здесь. Ну, вот, хочу сказать, что «Рифлейм» разделил нашу жизнь на два этапа, до «Рифлейм» и с «Рифлейм». Я очень рада, что я здесь в компании, я очень благодарна той девочке, которая вспомнила обо мне как о соседке и пригласила меня в «Рифлейм» просто покупать свою продукцию дешевле. То есть, вот, как бы, знаете, вот, коснусь того, что мы говорим всегда, не решайте ни за кого, да, пишите списки знакомых, пишите всех людей, которых вы знаете, с кем когда-то здоровались, где-то когда-то что-то покупали, где-то пересекались, пишите всех и, соответственно, предлагайте им эту возможность. Вот если бы Ирина тогда обо мне не вспомнила и не предложила бы мне просто покупать себе дешевле, я не представляю, не знаю, честно скажу, не знаю, была ли бы я в компании, как бы я отреагировала потом на вот такие интернет-предложения, которые вот сейчас есть в интернете, да, вот, не могу ничего сказать, но я очень благодарна ей, что вот она мне позвонила, меня пригласила. И, конечно же, хочу сказать, что она тоже говорит о том, что я боюсь представить, что я могла бы тебе не предложить этого, потому что я оказалась из потребителя, переросла в партнера, в активного партнера и, соответственно, стала предпринимателем, лидером, вот, и что принесло ей, конечно, соответствующие доходы. Вот, то есть, вот, Немель знает, да, ребят, ну вот как бы так вкратце о себе, вот, хочу сказать, что у нас есть свой собственный проект, это работа или бизнес 21 века, почему сегодня я веду вебинар, потому что имею опыт работы как в оффлайн-режиме, так и в онлайн-режиме, вот, у нас сформирована хорошая команда, у нас есть партнеры, у нас международный проект лично в нашей команде, вот, у нас есть своя система обучения, есть свои вебинары, и мы вместе со своей командой, как и с другими командами, вот, вы видите на этом слайде, мы влили все в один большой проект, вот, под названием «Бизнес новой эпохи», для какой цели, для цели, чтобы каждый партнер всех этих команд, соответственно, достигал своих целей, то есть для взаимодействия, для роста, для того, чтобы показать всем в интернете масштабы компании, показать, что на самом деле такое рефлейн, и поэтому те ребята, которые сейчас присоединяются, у вас обязательно все получится, потому что вы такие же, как и мы, и если у вас есть цели, если вы действительно понимаете, зачем вам это нужно, то делая простые действия, которые вы будете узнавать на наших вебинарах, и будете узнавать от своих спонсоров, наставников, вот, вы, соответственно, дублицируете действия, потому что бизнес настолько простой, что вы просто себе не представляете. Я еще не знаю никакого вида деятельности, где можно было бы так легко и просто зарабатывать деньги. Понимаете? Так, Андрей говорит, делайте еще тише. Хорошо, сейчас сдвину. Вот, сделала тише. Так, ну, ребят, и у нас сегодня такая тема. Так, а ну, смотрите, я убрала тише, сделала тише, уже не фонит? Все, спасибо, Оль. У нас сегодня такая тема, это новичок, спонсор, наставник. Вы знаете, это сегодня такая актуальная тема, потому что мы видим, что в нашей команде присоединяется большое количество новичков. Мы, в принципе, для этого и делаем действия, для того, чтобы к нам присоединялись новички. Вот, и они превращались в наставников. Давайте сегодня с вами разберем и рассмотрим, кто же такой новичок, спонсор и, соответственно, наставник. Мне очень нравится вот такой слайд, вы видите, семейный бизнес, вы знаете, что нам компания предлагает вот такие возможности, что нет никаких ограничений, мы можем всей семьей, сидя дома, то есть интернет раскрывает перед нами еще больше вот такие перспективы и возможности, не выходя из дома, проснувшись, отключив компьютер, вы уже находитесь в своем рабочем месте. Как вам нравится вот этот слайд, вот такое рабочее место, когда вы всей семьей, не надо никуда бежать, вот все предели, все компьютеры, общая идея, вот такое командное взаимодействие, и вы все вместе работаете над достижением цели. Я думаю, что всем это нравится, вот каждому хочется не бросать свою семью, не бросать детей, да, вот и при этом еще и приносить в семью доходы. У нас тоже, кстати, семейный бизнес, у нас вся семья в бизнесе, вот это действительно очень здорово. Ну, давайте посмотрим, кто же такой новичок, да. Вот новичков очень часто называют чайниками. Вообще, знаете, когда пошло вот это представление, что новичок это чайник, ассоциация с чем? Это вот скалолазы, вот новички, которые начинают учиться лазить, вот заниматься скалолазанием, да, вот они не умеют упаковывать, укомплектовывать себе рюкзаки, и соответственно, они вот делали все это как бы не совсем правильно, и когда они лезли на скалу, у них было такое с виду, когда на них смотришь, что получалось, они напоминали чайник, у них там торчало что-то, да, из рюкзака вот такой вид у них был, и вот вообще это слово пошло, чайник именно от новичков скалолазов. Вот, ну и соответственно, перенося это понятие на наш бизнес, действительно вот у новичков кипит мозг, да, закипает мозг, у них взрыв мозга, что же нужно делать, куда они попали, сколько информации, сколько всему нужно научиться. Вот, и соответственно, вы знаете, очень многие новички, к большому сожалению, вот огорчению, они не воспринимают бизнес с Арифлейм как работу, понимаете, они не совсем ответственно относятся к этому, вот, и следовательно у них не получается. Почему? Потому что они думают, что, знаете, у них нет восприятия такого, что это серьезная работа, что это серьезный бизнес. Они думают, что вот сидят в интернете, они там могут, допустим, нажимать там какие-то кнопочки, да, вот что-то делать такое, вот, и будут приходить деньги. Но сегодня новичок должен понимать, что это такая же профессия, вот менеджер сетевого управления, такая же профессия, как и ваша профессия в жизни. Вот кем вы занимались, кем вы работали до Арифлейм, да, возможно, вы еще работаете, то вы должны понимать, что это профессия, здесь есть определенные действия, здесь нужно чему-то научиться для того, чтобы зарабатывать деньги. Очень часто новички, приходя в наш с вами бизнес, они начинают бросаться сразу же в бой, то есть они начинают сразу же делать действия, да, вот они не понимают, что нужно сначала какой-то пойти, пройти подготовительный этап, нужно чему-то научиться, им сразу же нужно уже что делать? Приглашать. То есть когда мы им говорим, что нужно открыть странички, нужно приходить на вебинары, нужно странички прокачивать и так далее, да, то они не воспринимают это как работу. Для них работа это уже, давайте я буду приглашать, либо начинают самостоятельно уже делать какие-то приглашения. Но в результате, не получив первых вот этих азов работы, не получив никакой практики, не наработав никакого опыта, они не имеют никаких знаний, они начинают приглашать, и что делать? В результате они сгорают, они получают негатив, они получают игнор, они получают, они не получают того результата, за которым пришли, и соответственно, что они просто уходят и говорят, это не работает, это поздно, не хочу на кого-то работать, надо было раньше и так далее, понимаете? То есть сейчас это очень много, это было, есть, такое и будет, ребят, понимаете, вот новички почему-то они вот так вот сразу пришли, и сразу же им нужно делать вот эти действия, то есть работать для них, это значит приглашение в команду и быстро-быстро зарабатывать деньги. Но так не получается, понимаете, они должны понимать, наша с вами задача, наставников, наша с вами задача объяснить человеку суть бизнеса и объяснить все его действия по этапам, рассказать, что он должен делать. Мы новичку своему, да, вот в команде, мы всегда говорим о чем, что сначала он должен сделать для себя рабочее пространство создать, мы работаем в интернете и соответственно нам нужно просто создать свои рабочие кабинеты, бизнес кабинеты. То есть по ходу того, как человек оформляет свои странички, мы вводим ему понимание, что это такое, мы рассказываем, для чего это нужно, мы говорим, чтобы он открыл как минимум 5 страничек, чтобы он их оформил, чтобы он их наполнил друзьями, чтобы он отдал на проверку своему спонсору, чтобы он отдал на прокачку в команду. То есть а по ходу этого, что он делает? Он знакомится с информацией, он приходит на вебинары, то есть он обучается. То есть мы своему новичку никогда не говорим о том, что он должен сразу же приглашать, потому что это неправильно, и новичок, не поняв, что это такое, и как это делать, он просто быстро перегорает и уходит. Поэтому новичка нужно подготовить обязательно вот такими этапами, давая ему задания, простые задания, и по ходу он обучается. То есть пока он делает те же странички, пока он оформляет, пока он их раскручивает, пока он дополняет друзьями, пока он готовит себе какие-то там слайды, то есть он готовит себе инструменты для работы, он использует, конечно же, ваши инструменты, потому что у вас много, вот как наставников, очень много инструментов, но новичок должен для себя подготовить свои кабинеты, сам странички оформить. Если мы говорим, что мы в Арифлейм делаем всего лишь 10%, а 90% делает за нас компания, то вот в эти 10% и входит то же, что мы должны сами для себя подготовить вот эти странички. Нам не нужно сегодня создавать сайты, нам не нужно с вами раскручивать вот это все, это все раскручено, компания все сделала, и у нас вообще бизнес под ключ, понимаете? То есть создать вот эти простые странички, наполнить их друзьями, это очень легко и просто, но нужно просто новичка немножечко остановить и дать ему понять, что если он будет сегодня согласовывать все действия с вами, если он будет делать именно по вашим рекомендациям, то соответственно он будет приходить к тому результату, который он хочет, и которые те деньги, о которых вы говорите, понимаете? Вот, то есть это очень важно, и поэтому если новичок сегодня будет вот так вот относиться именно как к работе, и делать все действия поэтапно, то соответственно им будет намного проще стартовать, и он уже пройдет какую-то закалку, он получит какую-то информацию, и соответственно, начиная потом приглашать людей, он что, он легко будет воспринимать это, и будет понимать, что это рабочий процесс, и он будет легко воспринимать те же самые возражения, потому что у него сформируется, и он научит одевать на себя вот этот бронежилет в работе с людьми, потому что это есть. Просто очень важно сегодня относиться к этому бизнесу, как к серьезному бизнесу, именно к той работе, которая будет приносить постоянно растущие доходы, к той работе, которая приведет вас на постоянно финансовый поток, однажды проснувшись, вы зайдете в свой кабинет, зайдете в финансы, и увидите какие там головокружительные доходы, понимаете? То есть это бизнес динамично саморазвивающийся, он будет развиваться сам, тогда, когда вы его запустите, а чтобы его запустить, нужно делать именно вот эти правильные действия. То есть сегодня новичок должен четко, конкретно понимать, ради чего он сюда пришел, какие действия он должен делать, и соответственно делать их вместе, делать их в тандеме с спонсором, и постоянно быть с ним на связи. Ребята, вы со мной согласны? Я вижу, что вы тут пишете, поддерживаете, я вижу ваши мысли, да, это действительно так, потому что мы с этим сталкиваемся, практика показывает, понимаете? Практика показывает, что действительно новички сразу же говорят, что я должен делать, вот давайте я буду делать, да, вот они не воспринимают рекомендации открыть странички, они не понимают, что это уже идет этап работы, то есть как только они зарегистрировались, это уже у них началась работа. Вот, вот эти все действия, простые действия, это уже есть работа, которая приведет их к тем доходам, которые они хотят. Кто же такой спонсор? Вот только тогда, когда человек сам, вот почему я сказала, что мы не рекомендуем нашим новичкам сразу же приглашение делать, потому что он не знает, что это, он не может человеку донести информацию, он еще не готов взять ответственность лично за самого себя, а ему уже нужно брать ответственность за кого-то, ему нужно кого-то учить. Вот поэтому мы и сдерживаем своих новичков, и говорим им о том, что все должно быть поэтапно, никаких приглашений, пока они не созреют для этого. Потому что, во-первых, смотрите, когда они проходят вот этот подготовительный этап, да, вот, два-три каталога, или два-три месяца, у кого как, да, каждый, каждый лидер делает в своей команде по-своему, вот такие вот тесты, скажем так, да, время вот это, то, соответственно, этот новичок уже покажет себя, либо он проявляет себя, либо он уходит. А представьте, если этот новичок пригласил других людей, и, соответственно, просто сеется потом негатив, люди уходят, и мы очень часто встречаем в интернете людей, которые говорят о том, что спонсор бросил, что я хочу, а мне не дали информацию, понимаете? Вот, и поэтому сегодня именно вот такая тема, что новичок, спонсор, наставник, что сегодня спонсор не всегда бывает наставником. Кто же такой спонсор? Спонсор, вот в нашем понимании, в нашем бизнесе, да, это информационный спонсор, это тот человек, который дал информацию. Но еще раз скажу, да, что не всегда спонсор бывает наставником. Бывает очень часто, спонсор только пригласил, рассказал вам о компании, пригласил в компанию, а сам не понял идеи, он в лучшем случае остался просто потребителем, вот, а бывает и просто уходят, понимаете? Вот в моем личном случае, в моем, в нашем примере в Арифлейн, да, у нас вот наш спонсор Ирина, у нас так получилось, что у нас спонсор Ирина и наставник Ирина, только совершенно другая, да, я вот вам сейчас скажу. Вот тот человек, который пригласил меня в компанию, это Ирина, это спонсор, это тот человек, который мне просто рассказал про Арифлейн, пригласил, позвонил мне и предложил мне покупать себе продукцию дешевле. Так вот она является моим информационным спонсором, благодаря ей я пришла в компанию и я ей благодарна за то, что она обо мне вспомнила и пригласила меня в компанию. Но, она не стала для меня наставником, она мне показала какие-то первые действия, рассказала, как делать заказы, не было компьютеров еще, да, но вот такие первые азы там по стартовой программе, про баллы рассказала. То есть, в принципе, на этом у нас как бы отношения и остановились, она не развивала меня сама и не развивалась сама дальше. Но у меня есть мой наставник, это вышестоящий спонсор, это семейная пара Ирина и Олег Лысенко, вот вы видите, она есть в наших чатах, она и спикером у нас была, она и будет, была и будет на вебинарах, да, это уже является моим наставником. То есть, наставник это тот человек, который уже взял ответственность за наш рост, это тот человек, который уже нас обучал, сопровождал по бизнесу. В нашем случае, лично в нашем случае, да, мы являемся и спонсорами, и наставниками. То есть, вот мы лично, да, являемся для наших новичков, для наших партнеров, мы играем уже роль и спонсора, и наставник. Вот я хочу сказать, что тем ребятам, кто действительно, у кого есть спонсор, и наставник в одном лице, вот тем ребятам, повезло, понимаете, вот поэтому сегодня, это очень тема актуальная, и вы должны сегодня научиться и спонсора превращаться в наставника. То есть, не просто дать информацию человеку, не просто рассказать ему о компании, а взять именно ответственность за его развитие, взять ответственность за его рост и сопровождать его получению результата. Ребят, я думаю, что вы также, вот поставьте плюсики, пожалуйста, кто встречал в интернете, таких людей, которые говорят, что я хочу, но я зарегистрированный, меня пригласили, мне ничего не рассказали, вот я хочу к вам в команду, вот допустим так, да, вот было такое. я знаю, я знаю, что есть и очень много, к сожалению, много таких ребят брошенных, почему, потому что их действительно просто пригласили, ну вот такие безответственные ребята, не довели их до совершенства, не рассказали, не научили, и люди просто сейчас оказываются брошены, и они не знают, куда, где, как, как состояться здесь, понимаете, вот, поэтому есть люди, которые просто терминируются, которые были когда-то в компании, да, вот, и они могут повторно зарегистрироваться в компанию, когда уже прошло время, то есть у них прошла терминация, их сейчас нет, они не являются действующими консультантами, вот, а кто же такой наставник, вот мы плавно перешли именно к наставнику, наставник это тот человек, который берет ответственность за развитие своего партнера, он его обучает, он его сопровождает, он проводит с ним бизнес-встречи, он проводит с ним вебинары, разные обучения проводит, то есть это тот человек, который конкретно взял ответственность за этого человека, понимаете, вот, Сегодня очень важно каждому человеку, который пришел серьезно развивать этот бизнес, который понимает четко и конкретно, зачем ему это нужно, сегодня нужно именно брать на себя роль наставника. Но наставником можно стать только тогда, когда вы будете развиваться как личность, как вы будете развиваться, расти по лестнице лидерства. Мы с вами говорили, что есть параллельно с маркетинг планом, есть параллельная лестница лидерства. Так вот, если вы не будете расти по лестнице лидерства, то, соответственно, вы не сможете развиваться и расти по маркетинг плану, потому что сегодня первая ступенька лидерства, это нужно быть лидером для самого себя, понимаете? То есть нужно сегодня стать лидером для себя, нужно сегодня быть ответственным за свой результат, сегодня не перекладывать ответственность на кого-то. Если у вас не получается, если вы не растете, значит вы не растете как личность, значит вы не растете по лестнице лидерства. Понимаете, если вы сегодня не можете быть лидером для себя, то соответственно вы не можете сегодня быть лидером для других, вы сегодня не можете взять ответственность за другого человека. Сегодня, к сожалению, встречаются такие ребята, которые перекладывают ответственность на кого-то, они перекладывают ответственность на обстоятельства, они перекладывают ответственность на спонсора, они перекладывают ответственность на партнеров, то есть они винят кого-то в чем-то, но ни в коем случае не себя. Они говорят о том, что они работают, вот они делают, но они не растут, понимаете? И вот это отсутствие понимания того, что за бизнес, за тот результат, который вы имеете, мы отвечаем только сами, сами перед собой, понимаете? Вот это очень важный такой, как вам сказать, ключик к тому, что вы будете расти или не будете расти. Вот вчера Татьяна на вебинаре, когда она рассказывала о своей истории, вот она тоже коснулась этой темы и сказала о том, что она сама себя винит в том, что не росла, в том, что она ушла, то, что у нее не получалось, это очень важно. А те люди, которые сегодня видят причину в ком-то, что не тот спонсор, не тот проект, не туда пришел, вот нужно было туда-то, понимаете? Те ребята не будут, ну они не вырастут, где бы они ни были, они не вырастут, потому что так или иначе, ну спонсор поможет вам вырасти там, да, поднимет вашу веточку одну. А дальше как вы будете, если вы не способны брать ответственность за других людей, если вы не можете их сопровождать, если вы не можете брать за них ответственность, то, соответственно, просто у вас не будет роста, вы просто когда-то остановитесь и в результате опять получите то же самое разочарование. Поэтому я всегда говорю о том, что нужно учиться брать ответственность за себя, прежде всего за себя, с самого начала, с самых первых действий, как только вы начинаете, вы должны уже себя чувствовать как директор, вы должны себя уже чувствовать руководителем, вы должны уже на себя визуально, виртуально уже надевать на себя вот одежду руководителя и чувствовать и вести себя так, понимаете? Это очень важно. И, соответственно, приглашая потом других людей, вы уже будете дублицировать свои действия, вы будете их обучать, вы будете обучать делать те простые действия, которые делали вы. Вот у нас вчера был вебинар, и вчера наш партнер, Олен, он проводил вебинар для новичков и задавал им такой вопрос. Вы умеете писать, вы умеете друзей добавлять? Умеете. Вы умеете смс писать? Умеете. Вы умеете странички открывать? Умеете. Но если вы это умеете, вы можете научить этого другому? Конечно, умеют, понимаете, потому что у нас очень действия простые. И если мы сегодня умеем заходить в свой кабинет, если умеем делать себе заказы, если мы умеем пользоваться, допустим, рассылками, мы умеем делать какие-то другие действия, то, соответственно, мы этому можем научить и других людей. Понимаете? То есть в этом бизнес-дублицирование мы очень к тому, что умеем сами. И вот сегодня наставник – это тот человек, который не просто дал информацию, а он именно обучает вот таким простым действиям того человека, который готов сегодня обучаться. Сегодня очень важно понять, в кого вы будете вкладывать время. Наставник – это тот человек, который должен тоже ценить свое время. Сегодня нельзя время вкладывать, просто так вот, ну, разбрасываться своим временем, потому что это очень ценный фактор. И сегодня вы должны понимать, кто перед вами. Сегодня тот человек, который готов дублицировать ваши действия. Или это человек, который пришел просто попробовать, или он случайно просто пришел в проект. Понимаете? Поэтому сегодня вам нужно вкладывать время, нам с вами, да, как наставникам, вкладывать время именно в тех ключевых партнеров, которые готовы проявлять себя, которые готовы сегодня задавать вопросы, которые самостоятельно приходят на вебинары, которые не нужно тянуть, которых не нужно упрашивать, не нужно напоминать, они знают это сами. И очень важно, чтобы сегодня партнеры задавали вопросы, чтобы сегодня новички задавали вопросы, потому что если сегодня новичок не будет задавать вопросы, если он будет в категории «все знаю, все это уже слышал, это уже не раз говорили», то он не сможет перейти на вторую ступень лидерства, стать спонсором для кого-то, потому что, ну, потому что он вот не проявляет сам активности, понимаете? И, соответственно, он будет приглашать к себе, притягивать таких же, таких же, как и он. Понимаете? Вот мы всегда говорим о том, что новичок хочет приглашать людей, которые будут какие амбициозные, будут ответственные, которые будут активными, которые будут задавать вопросы, будут действовать, приходить на вебинары, приглашать и так далее. Но задайте вопрос себе или посмотрите в зеркало на себя, а вы такие же, вы обладаете такими же качествами, которые вы хотите, чтобы были у ваших партнеров. Не будет по-другому, поэтому если вы хотите, чтобы какое-то качество было у вашего партнера, то, соответственно, нужно, чтобы это качество было у вас. Если вы сегодня самостоятельно приходите на вебинары, если вы сегодня сами, без напоминания спонсора, вы делаете какие-то действия, вот, то, соответственно, и ваши партнеры будут делать то же самое. И вот вам сегодня нужно в том потоке, в большом потоке новичков, я желаю каждому, чтобы у вас были большие потоки новичков, чтобы ваши команды просились, новички, говорили, что хотят именно попасть в вашу команду, чтобы вы могли среди этого потока определить, кто же те люди, которые вы будете вкладывать в свое время. И ни в коем случае не разочаровываться, когда у вас после регистрации будет молчание, когда они не будут реагировать на ваши смс, и когда они не будут приходить на вебинары. Это рабочий этап, ребят, вы должны просто понимать, что это такой рабочий процесс, он был, есть и будет в этом бизнесе. Вот, и поэтому просто легко к этому относиться, фокусируясь именно на тех людей, кому это нужно, кто понимает, зачем он пришел, и кто готов сегодня вложить время и стать для этого человека наставником. Прошу прощения, сейчас переключу. И мне нравится всегда вот такая фраза, и я по жизни ее придерживаюсь, и всегда своим ребятам говорим о том, что станьте лучшим партнером для своего наставника, и станьте лучшим наставником для своих партнеров. Вот будьте лучшим, будьте первым, будьте всегда активным в своей команде, будьте командным игроком. Сегодня в этом бизнесе невозможно построить бизнес в одиночку, для этого командный бизнес, для того, чтобы была у вас команда, чтобы вы могли сформировать свою команду, единомышленников, чтобы вы потом из этих единомышленников сделали предпринимателей. Вот, нужно быть вам самому в команде своего спонсора, быть командным игроком. Вот, и поэтому станьте лучшим, становитесь лучшим каждый день. Мы всегда говорим о том, что ни в коем случае нельзя себя сравнивать с кем-то другим. Сегодня всегда нужно сравнивать себя с собой вчерашним. Сегодня делать немножечко лучше, чем вы делали что-то вчера. Завтра делать лучше, чем вы делали что-то сегодня. То есть каждый день, расширяя свою зону комфорта, вы будете, соответственно, развиваться как личность, вы будете, соответственно, и приглашать в свои команды уже другого качества людей, другого уровня. Вот, ну что же, что же нужно для этого, сейчас переключу. Ой, ребят, переключается, одну минуточку, сейчас переключу. Вот, что же должен уметь каждый. Соответственно, это определить зачем, для чего и что это даст. Это очень и очень важно. Мы всегда говорим о том, что в нашем бизнесе для того, чтобы достигать успеха, важно понять, зачем вам это нужно. Почему же вот, когда новичок и будет проходить вот этот подготовительный этап, когда он будет формировать свои кабинеты, когда он будет наполнять их друзьями, он будет приходить на вебинары, он будет что делать? Он будет обучаться, он будет получать эту информацию, и, соответственно, он будет писать те же желания, он будет составлять списки знакомых, и он будет понимать и находить то, зачем, ради чего он будет приходить на вебинары, Ради чего он будет сегодня делать эти действия? Потому что сегодня это очень важно. Сегодня те ребята, у кого пока по каким-то причинам не получается, задайте себе вопрос, а чётко ли конкретно вы знаете, зачем вам это нужно. А настолько ли вам это нужно, что просто вы без этого жить не можете. Понимаете? Если вы без этого можете обходиться, то соответственно вы не можете гореть, вы не будете тем магнитиком, который будет притягивать тех людей. Если сегодня у вас вы какое-то время в проекте и вы не можете делать регистрации, то задайте себе вопрос, а действительно ли настолько сильно вы этого хотите? А представляете ли вы, как изменится ваша жизнь, когда у вас будут доходы без ограничений? Когда у вас ещё не будет заканчиваться первая зарплата, а уже приходит вторая зарплата? То есть когда вы будете забывать про дату получения зарплаты, когда люди на работе ждут, когда у них там авант, зарплата, они чётко знают, они ждут этих дней. А вы будете забывать об этом, потому что зарплата не будет заканчиваться ещё, понимаете? Вот, то есть это очень важно. Это первый пункт, всегда мы говорим о том, что сначала определите, зачем это нужно. А чтобы это определить, нужно написать вот эти элементарные ваши желания. Напишите, чего вы хотите, распишите свои желания, найдите ту цель, которая будет вам и двигать, будет вас мотивировать, вас вдохновлять и будет каждый день помогать вам, садясь за компьютер, одевать ту корону, тот бронежилет и помогать вам позитивно реагировать на тех людей, которые будут встречаться нам в интернете. Самому разобраться и понять смысл бизнеса. Ребят, это очень важно, потому что человек достигает того, что он понял и во что поверил. И если вы сегодня недопонимаете пока идею бизнеса, недопонимаете, за что компания платит деньги, что нужно делать, что нужно делать, то соответственно вам и сложно будет передать эту информацию другому человеку. Потому что вот смотрите, третий пункт, как раз что нужно научиться, это доступно и грамотно передавать информацию. Доступно, не расписывая все сразу, потому что сегодня, когда новички начинают давать информацию, они все выкладывают, понимаете, они выкладывают всю кухню, они выкладывают весь процесс работы. А сегодня нужно заинтересовать, сегодня нужно заинтриговать, сегодня нужно показать ту красивую оберточку от конфетки. Вот как, кстати, учила всегда нас Ирина, наставник наш, да, вот всегда говорила, покажите обертку от конфетки, покажите, какая она красивая, какая она красочная. То есть заинтересуйте человека, заинтересуйте его доходами, путешествиями, заинтересуйте ему теми возможностями, которые компания предлагает. А потом только, потом только вы расскажете, как это делать, когда уже человек заинтересуется, когда у него проявится интерес, когда он загорится. Вот наша самая задача наставников, ребят, я говорю именно вам как наставникам, чтобы ваша задача именно возбудить у человека желание, пробудить у него желание быть на той сцене, путешествовать, захотеть иметь нечто большее, чем он имеет. Так вот для этого нам нужно, конечно, нам нужно владеть информацией, да, нам нужно знать, чтобы у нас были знания. Вот, потому что если новичок сегодня не владеет информацией, то, соответственно, он не сможет передать эту информацию. Но для этого у него есть наставник, он должен просто уметь пользоваться профессионально своим наставником, как инструментом. Все инструменты у вас открыты, вот сайты, блоги, шаблоны, вебинары, это все для вас инструменты, но и наставник, и спонсор-наставник, да, это тоже ваш инструмент. Научитесь им пользоваться, он открыт для вас. Сегодня наставник готов вкладывать в вас свое время, энергию, знания. Сегодня наставник заинтересован в вашем успехе. Это тот человек, который заинтересован в том, чтобы вы улучшили свое благосостояние, чтобы вы решили свои какие-то финансовые вопросы, чтобы вы улучшили свое материальное положение, чтобы вы исполнили свои мечты и цели, чтобы вы были богаче, понимаете. Вот наставник в этом заинтересован. Почему сегодня он вас спрашивает, почему он дает вам какие-то задания, почему он хочет, чтобы у вас это все получилось, потому что у нас бизнес, партнерство взаимовыгодное, понимаете, взаимовыгодное партнерство. И сегодня существует теплый и холодный рынок. Сегодня нужно работать как с теплым рынком, так и с холодным. Теплый рынок – это ваши знакомые, это ваш круг окружения, который вы знаете, это ваши родственники, друзья, коллеги и так далее. Это те люди, которые вы когда-то с ними общались. Вот я попала к Ирине из теплого рынка, да, то есть мы с ней были мало знакомы, мы с ней были просто соседи. Вот, и вот так сработал у нее теплый рынок. И я сейчас всегда своим ребятам говорю о том, что так как у нас бизнес складывается в интернете, и так как это становится очень популярным, и вы видите, какой большой успех приходит в интернете к новичкам, которые вот совсем недавно пришли в компанию, то теплый рынок нужно обязательно проработать, потому что сегодняшний теплый рынок может быть завтрашним чьим-то холодным рынком. И если вы сегодня проигнорируете этот теплый рынок, если вы сегодня примете решение, что это им неинтересно, это им не нужно и так далее, то завтра эти ваши знакомые, они получат ту же самую информацию, только не от вас. Понимаете, и они будут лидером, будут предпринимателями, директорами золотыми и выше, будут в других командах. И вы потом будете сожалеть, что вы просто за них приняли решение, что им это не нужно. Поэтому обязательно обратите внимание на свой теплый рынок. Я обращаюсь к новичкам, и соответственно, кто еще не проработал свой теплый рынок, обязательно проработайте его, дайте ему информацию. Очень много есть рекомендаций, как работать с теплым рынком, как писать в списке знакомых, как к ним обращаться, как обращаться через третье лицо, если вы не можете напрямую предложить человеку, то обратитесь к нему через третье лицо, что пусть он посоветует вам кого-то, что вы развиваете бизнес, а вам нужен кто-то, кому нужны деньги и так далее, и так далее. То есть рекомендаций очень много, и на наших школах, на наших вебинарах вы это слышите. Просто берите это на вооружение и делайте. И соответственно, холодный рынок – это те люди в интернете, которые придя с работы, садятся в интернет, играют или что-то еще делают, и они тоже так же ждут нашего предложения. Но они принимают предложения от профессионала. Понимаете? Вот когда сегодня новичок говорит, что мое предложение не принимают, никто не хочет, потому что вы еще пока не профессиональны, пока вы еще не можете дать так информацию, чтобы человек захотел. Вот скажите, можно ли через месяц, через два, через три стать профессиональным врачом? Захотите ли вы сегодня лечь под скапель к практиканту или пойти там полечить зуб к практиканту? Вы понимаете, вы же свое здоровье почему-то цените, вы же доверяете его профессионалам, и вы хотите идти к человеку, который опытен, который уже, соответственно, опытно проведет какие-то там манипуляции с вашим телом, со здоровьем, да, и поможет вам. Вот то же самое и здесь. Понимаете, новичок тоже, вернее, кандидат в новички, он также хочет получить консультацию профессионалу, он хочет чувствовать, идти за уверенным человеком, и поэтому сегодня вы должны, вот обучаясь на наших вебинарах, вот, кстати, я как бы плавно перехожу по тем пунктам, которые написаны, да, вот вам нужно сегодня, используя наши вебинары, общаясь со спонсором, и, соответственно, и саморазвиваясь, находить больше информации, вы будете развиваться как профессионал, вы будете становиться лучше, вы будете становиться опытнее, и из вчерашних новичков вы будете становиться профессиональными уже спонсорами, наставниками, и, соответственно, вам будет намного проще делать предложение, намного проще реагировать на то или иное возражение. То есть сначала нужно научиться, вот новичок нужен для себя взять такое правило, что он должен сначала научиться, а потом уже приступать к приглашениям, и, соответственно, брать ответственность за команду, за партнеров и так далее. Научиться, ребят, вот тогда у вас будет все получаться. Не выбрасывайте никогда вот этот этап обучения, он очень нужен. А для обучения у нас созданы вот такие чаты, есть скайп-чаты по разным направлениям, есть скайп-чаты по рекрутированиям в разных направлениях, и в Одноклассниках, и в Фейсбуке, и в ВКонтактах, и скайп-чаты, и по Велносу, и по Академии Красоты. То есть везде есть. Вы только задавайте вопросы, понимаете? Потому что сегодня наставник, он не знает, что вы знаете, что у вас получается, что не получается, потому что вы не задаете вопрос. Понимаете? Когда вы будете задавать вопрос, соответственно, наставнику намного проще сориентироваться, в каком направлении у вас пробелы, что вам нужно помочь. Понимаете? Это очень важно. И, конечно же, саморазвитие. Ребят, вот ту информацию, которую вы получаете на вебинарах, это отлично, это замечательно, но вам нужно больше подчеркнуть информации из аудиокниг, посещать тренинги, смотреть в интернете ролики разные, те, что мы советуем вам. Мы очень много выбрасываем в скайп-чаты, выбрасываем очень видеоматериалы, которые вам будут помогать формировать новое мышление, новое представление об этом бизнесе. И, соответственно, это будет помогать вам развиваться. Потому что, еще раз скажу, да, это профессия. И преимущество огромное в том, что вы просто самостоятельно дома вот обучаетесь этому, сидя дома бесплатно, все это просматриваете и нарабатываете в себе новые навыки, новый опыт. И если сегодня вас спросить, любого вас, задать вам вопрос по вашей профессии, то вы будете очень много рассказывать о своей профессии, потому что вы там профессиональны, потому что вы владеете большим багажом знаний и опытным в этом. Вот, ну, а, соответственно, мы, вот, как наставники, мы здесь тоже можем очень много говорить об этом, потому что мы тоже здесь уже знаем, мы наработали себе практику, опыт. Вот, и, соответственно, мы можем тоже о своей профессии, о своем бизнесе, о методах работы и так далее можем много говорить. Вот для этого и, то есть, для того, чтобы научиться правильно переносить, передавать эту информацию, потому что у нас информационный бизнес, вам просто недостаточно знаний. А все знания вы получите на наших вебинарах, наших чатах и, соответственно, почерпнув их из интернета. Но все это, ребят, будет получаться у вас только в том случае, когда у вас будет конкретно цель, то есть, когда вы будете четко, конкретно понимать, почему сегодня вы должны в теплое время не гулять с детьми, не быть там где-то на природе, не отдыхать там с друзьями раньше, потому что у вас вот есть конкретная четкая цель, понимаете? Что будет вас держать, что сегодня будет вам менять ваш привычный уклад. Вот расширение той зоны комфорта, понимаете? Вот та зона комфорта – это те действия, которые вы делаете по привычке, которые вы делали до проекта, до того момента, как вы пришли в Арифлейн, понимаете? Вы делали какие-то действия, это привычные вам действия, вы просто привыкли их делать. Да, они могут быть у вас трудными, но они привычные, понимаете? Вам сегодня нужно расширить вот эту зону, начинать делать вот эти непривычные действия, потому что у вас появилась цель. Возможно, у кого-то она была цель, а у кого-то она появляется, благодаря Reflame у многих людей появляется цель, у многих людей появляется понимание того, что нужно обязательно мечтать, нужно ставить цель, нужно планировать, потому что все в жизни реально. Все реально, и вы достойны самого лучшего, у вас обязательно все получится. Просто поставьте четко конкретно цель, ради чего вы это будете все делать. Приходите в системе на наши вебинары, в системе делайте те действия, которые вам рекомендует ваш наставник. Становитесь активным консультантом, становитесь активным партнером у своего наставника, становитесь самым лучшим партнером у своего наставника, и, соответственно, становитесь лучшим наставником для своих партнеров. Не будьте просто спонсором, а будьте именно в такой номинации, в таком звании, как наставник. И соответственно, ваш рост, рост ваших партнеров, рост ваших доходов, доходов ваших партнеров будет расти с каждым дном. И каждые три недели вы будете получать очень солидные суммы на свой расчетный счет в банке. И мы всегда говорим о том, что бизнес Reflame это бизнес отношений. Ребята, очень важно в этом бизнесе построить отношения, очень важно дружиться с тем человеком, которого вы приглашаете. Не просто вы приглашаете и вы, скажем, отписываетесь, давая ему какие-то задания, направляя его куда-то, чтобы он там что-то самостоятельно смотрел. Вот вам нужно обязательно общаться. Вам нужно без общения просто бизнес невозможно построить. Вам нужно общаться, вам нужно разговаривать в скайпе, вам нужно переписываться, если у человека нет возможности пообщаться, допустим, в скайпе. Если это в вашей стране, то общайтесь по телефону. То есть формируйте, пожалуйста, с человеком отношения. Если вы чувствуете по диалогу, общаясь с человеком, вы чувствуете, что какие-то там проблемы, слышите по голосу, что то-то не то, то не давайте ту информацию, которую вы хотели дать. Потому что она не будет воспринята человеком именно так, как вы хотели. Понимаете, почему вот именно важно услышать голос человека? Потому что возможно сегодня у человека какие-то, ну какие-то, скажем так, ну не гораздо, да, там в семье, на работе и так далее. А если вы сегодня еще дадите ему информацию, которую хотите донести ему, то это не будет так воспринято и не будет того результата, который вы хотите, понимаете? Поэтому общение с человеком очень важно. Общаясь с ними, дружа со своими новичками, партнерами, да, вы будете узнавать о, ну больше как-то об этом человеке. И, скажем так, не только будете каждый день спрашивать там про бизнес, спрашивать, как дела, как регистрации. Понимаете, это не есть правильно, потому что сегодня вы должны поинтересоваться жизнью человека, вы должны поинтересоваться его как детки, как там то, как сего, понимаете? Но когда вы будете знать что-то большее о человеке, тогда это позволит вам сблизиться, тогда это позволит быть интересным вам, вам для этого человека, понимаете? Он тогда будет, ну, быстрее идти с вами на контакт. А если у вас будет построена только регистрация, только, допустим, кого ты сегодня пригласил, сколько ты сегодня сделал регистрации, сколько ты сегодня то, 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 да, то есть если вы будете только об этом говорить, то, ну, человек может быстро уйти, понимаете? У вас не сформировались отношения. Но очень важно, смотрите, вот на слайде, да, вот Джон Рокфеллер что сказал? Что дружба, основанная на бизнесе, лучше, чем бизнес, основанный на дружбе. И вы в словах бизнес-отношений тоже, пожалуйста, делайте акцент на бизнес. Не позволяйте, чтобы у вас отношения, скажем так, стояли на первом плане, понимаете? Потому что не будет того бизнеса, за которым вы пришли. Это бизнес, ребят. То есть бизнес здесь основное. Но научитесь, конечно, дружить, научитесь дружить, научитесь быть интересными, научитесь быть наставниками для своих партнеров. Партнеров, вот, и, соответственно, у вас все получится. Я вас благодарю за внимание. Вот, я думаю, что новичкам информация была полезна, потому что сегодня новичок – это тот человек, который действительно он как чайник, у него взрыв мозга, у него масса информации, он не успевает это все перерабатывать. Но потихонечку у вас все разложится по полочкам. Вот, самое главное, ни в коем случае не опускать руки, всегда фокусироваться на свою цель. Вижу цель, препятствий не вижу. Вот, быть магнитиком, гореть, что бы ни случалось, что бы ни было в бизнесе, что бы ни было в жизни, что бы ни было вокруг вас, фокусируйтесь только на цель. Потому что Reflame – это та компания, которая превращает нашу жизнь в что-то невероятное. Вот обычные люди достигают необычайных результатов. И у вас обязательно все получится. Задавайте вопросы, пишите в чатах свои вопросы, все спикеры, которые там есть, и лидеры обязательно вам помогут, ответят. Самое главное – больше спрашивайте, ребят. Очень плохо, когда новички молчат. Поэтому спрашивайте, растите, достигайте своих целей, открывайте предпринимательство и путешествуйте вместе с нами. Все, всем пока-пока. Я вас всех благодарю и желаю всем отличного закрытия каталога. И хочу напомнить, что распродажа заканчивается, ребят, поспешите. Сегодня заканчивается распродажа. Поэтому, если кто-то что-то не успел, Россия, Украина, обязательно заскочите в магазины, в интернет-магазины, сделайте покупочки, сделайте напоминание своим партнерам. Всего всем, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok